Здравствуйте! В эфире новости в студии Владимир Причева. В городе Кумертау реализуется программа по предоставлению финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. 9 сентября завершился первый этап и были озвучены фамилии предпринимателей, которым удалось получить субсидирование, а также причины, по которым многие выбыли. 9 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру. Где проходил отбор субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Кумертау на право заключения договора по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру. Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Объем выделяемой субсидии и средств бюджета городского округа – 3 миллиона рублей. Три вида поддержки – субсидирование на начальной стадии становления бизнеса, в связи с уплатой лизинговых платежей и на уплату процентов по кредитам. Напомним, объем выделяемой субсидии и средств бюджета составляет 3 миллиона рублей. Однако получить удалось не всем. И виной этому целый ряд ошибок. В итоге, значит, у нас 11 пакетов документов по 6 субъектам отклонены по тем причинам, которые озвучили мы за границами. В основном это или предприниматель зарегистрировал не здесь, или ведет деятельность не здесь, не в городе Кумертау. То есть обязательно предприниматели должны быть зарегистрированы и вести свою деятельность на территории городского округа города Кумертау. Есть банальная причина неверно оформленных документов. Тоже обязательно, конечно, надо все это внимательно просматривать, пролистывать, прежде чем сдавать на конкурс. И одно дело у нас в отказе, потому что вложенные средства идут в оборотные средства. То есть предприниматель, открыв бизнес, вложил собственные средства не в основные фонды, а в оборотные средства. Напомним, это субсидирование на начальной стадии становления бизнеса, а также субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга. Средства распределялись в ходе конкурсного отбора. На получение средств для развития бизнеса претендовал 21 субъект. Александр Наумов, Владимир Кузьмин, Новости. История мотоспорта в республике, перспективы развития этого вида спорта в нашем городе и другие темы обсуждались в ходе информационной встречи в средней школе номер 3. На встречу с детьми пришел исполняющий обязанности президента мотоциклетной федерации Николай Красников. Подробности в следующем сюжете. Многократного чемпиона мира по мотогонкам Николая Красникова, пожалуй, знает все мальчишки. Кумир любителей мотоциклетного спорта в эти дни посетил школы города Кумертау. Развитие спортивного движения, безопасность на дорогах, приобщение молодежи к здоровому образу жизни – такова тема разговора с детьми. В информационной встрече также приняли участие представители ГИБДД, военкомата и администрации города. В ходе опроса гости выяснили, что все мальчишки, сидящие в зале, любят кататься на велосипедах. Многие умеют ездить на мотоциклах и мопедах. Поэтому для всех была полезная информация, которую озвучил инспектор ГИБДД Максим Боков о соблюдении правил на дорогах. К сведению тех, кто хотел бы научиться ездить на мотоциклах, в нашем городе открываются мотосекции. Каких успехов ребята достигают на таких занятиях, можно увидеть в соревнованиях, которые пройдут вскоре в нашем городе. Я хочу пригласить вас с родителями, с бабушками, с дедушками 19 сентября, в следующую субботу, в наш городской разрез на трассу Мотокросса, где состоится третий этап чемпионата Республики Машкортостан по Мотокроссу. И вы представляете, дети с 4 лет уже будут сидеть на мотоциклах и выступать в соревнованиях. Будет интересно. После информационной встречи на территории школы состоялся флэш-моб «Зарядка с чемпионом». Зарядку провел многократный чемпион мира по мотогонкам Николай Красников. Комплекс упражнений довольно простой, однако их выполнение позволяет человеку взбодриться и настроиться на продуктивный день. Также в перерыве Николай Олегович в интервью нашему каналу рассказал о мотосекции, которая открывается в нашем городе. Школа в городе Кумертау открывается при поддержке администрации города Кумертау, при поддержке главы Бориса Владимировича. Большое спасибо. Мотоциклетная федерация окажет всю возможную помощь для дальнейшего развития этого направления. Первый год развивающий. Дети научатся вождению мотоцикла, изучат устройство мотоцикла, будет повышаться их физическая подготовка, общее развитие. После этого будут устроены весной, к концу учебного года, квалификационные соревнования и талантливые дети, кто готов будет посвятить себя мотоспорту, перейдут в спортивную группу. Будут выступать на таких же соревнованиях, которые пройдут здесь 19 сентября. Президент мотоциклетной федерации Республики Башкортостан Николай Красников обещал курировать работу школы мотоспорта в городе Кумертал. Запись в секцию начнется с 21 сентября на стадионе «Шахтер» в помещении мото-клуба «Сапсан». Я думаю, от таких встреч молодые люди, юноши, будущие защитники Отечества получили массу положительной информации. Я думаю, с удовольствием придут и запишутся в нашу секцию, чтобы научиться кататься на мотоцикле. Это во-первых. А во-вторых, занятие в мотосекции развивает основные физические качества, которые необходимы юношу в повседневной жизни. И вот секция мотокросса, она очень хорошо в этом поможет. И особенно поможет к службе вооруженных силах Российской Федерации. Что касается в целом мероприятия, проходившем в школе, все его участники остались довольны. Возможно, многие выберут для себя новые направления для занятий спортом. Приятная была встреча. Познакомился не лично, конечно, но было интересно увидеть чемпиона многократного. Послушать его мнения, его советы, что он говорил. Зарядка с ним была очень увлекательной. Все те приемы для зарядки, которые он нам показал, они действительно очень полезные. Первый всероссийский фестиваль ГТО прошел в Белгороде с 23 по 29 августа. Его участниками стали команды школьников в возрасте 11-15 лет из 75 регионов России. Это молодые люди, показавшие наилучшие результаты на домашних площадках. Честь родного района и республики защищали и учащиеся Оксаровской общеобразовательной школой Кургазинского района. Процесс внедрения комплекса ГТО в российскую систему образования набирает обороты. С 2016 года комплекс нормативов будут выполнять все учащиеся. Но уже сейчас педагоги готовят своих детей к этому. Не станет ли это препятствием к успеваемости школьников? Как оказалось, спорт с учебой можно не только успешно совмещать. Это позволяет добиваться и высоких результатов. Это доказали учащиеся обычной школы Кургазинского района. Итак, общеобразовательная школа села Оксарова. Здесь обучается порядка 60 детей. Учащиеся 9 класса Ильвина Хамитова и Расима Кутлу Ахметова на днях приехали со Всероссийского фестиваля ГТО, который проходил в Белгороде. Подружки защищали не только честь района. Они выступали в составе сборной республики. Причем установили рекорды выполнения нормативов. Учителя в школе говорят, что девочки и в учебе отличницы. Учатся очень хорошо, являются отличниками обе. Они участвуют также во всех школьных мероприятиях, любят танцевать, петь. Всегда на праздниках танцуют, сами даже танцы придумывают, танцуют. По всем предметам успевают. Ильвина Хамитова любит в основном точные науки и мечтает стать дизайнером. При этом буду продолжать заниматься спортом, говорит она. Мой любимый предмет это алгебра, математика, геометрия, физика. Мне легко это удается по математике. Я быстрее все улавливаю. В школе я отлично учусь. Иногда бывает время, что не успеваю, но приходится догонять остальных, когда пропускаю по соревнованиям. Ты дополнительно занимаешься потом, да? Да, сама дома занимаюсь. Как говорят взрослые, девочки успевают не только в спорте и в учебе. Дома это тоже незаменимые помощницы. Мама Расимы Кутлу Ахметова и Хадича Мирзасовна рассказывает, как дочь с малых лет была настырной, стремилась к самостоятельности, старалась добиваться поставленных целей. Ну, она целеустремленная, она себе цель поставит, она любит добиваться, умеет. Вот эта черта характера самая важная, наверное. Она что увидит, другие смогли, а я еще лучше смогу. Вот такая черта характера. Ее никто не заставляет, она сама. Вот это черта характера, я бы это выделила. А как она училась заниматься гимнастикой, танцем? Кто ее научил? Она сама, вот один раз прихожу с работы, она по телевизору увидела какую-то рекламу. Ну, там, какой-то акробатический или гимнастический номер. Мама говорит, смотри, я тоже так смогу. И сделала, я ахнула. Как это ты, как у тебя получается? Они же могут, и я смогу. Ну, дома я помогаю в основном маме, ну, как сказать, хозяйстве, так, дома помогаю. А, ну, в свободное время я люблю велопрогулки, занимаюсь спортом. Комнату Росимы украшают многочисленные награды, призовые кубки, грамоты, благодарственные письма. В копилку наград прибавились теперь и кубок со Всероссийского фестиваля ГТО, грамоты и золотой значок отличия. Надо отметить, Росима и Ельвина первые в районе, кто получили такие награды. Также в свои 15 девочки являются уже кандидатами в мастера спорта по палеотлону. Ну, а первую награду получила в 11 лет, говорит Росима. Вот так и началась карьера будущей чемпионки. А в том, что девушка не остановится на достигнутом, можно не сомневаться. Росима планирует продолжить занятия и свое будущее планирует связать именно со спортом. Ну, я как бы хочу продолжить свою карьеру спорта, а после завершения, я так думаю, я стану тренером. А успехи выступления на фестивале – это результат совместной работы. И в первую очередь заслуга тренера, учителя физкультуры Соликбаева Марата Булатовича, говорят девочки. Для подготовки к серьезным соревнованиям он разработал свою программу, по которой и готовились. Надо сказать, что в комплекс норматива входит и плавание, а в селе бассейна нет. Так что девочки самостоятельно ездили в спортивный комплекс города Кумертал за 36 километров. Помогал, конечно же, это наш тренер, наш любимый тренер Соликбаев Марат Булатович. Он как бы составлял нам планы тренировок. Ну, в школе мы начинаем, как обычно, с разминки. А потом переходим плавно к беговым, потом к силовым. Ну, в конце как бы уже, как сказать, ну, бегаем-бегаем, а потом уже растяжка. После растяжки уже было там игровые, например, футбол, баскетбол. Вот. Ну, через день мы ходим тоже стрелять, как, ну, на ГТО ведь тоже есть такой вид. Вот. А мы с моей подругой Хамитовой и Львиной купили, ну, нам родители купили абонемент в городе Кумертал юбилейный. Юбилейный. Мы ездили туда каждый день, ну, через день, получается, вот. И там занимались. Отличник образования Республики Башкортостан, тренер и учитель по физической культуре Марат Саликбаев работает в школе вот уже 11 лет. Для успеха в педагогической деятельности главное нужно любить детей и верить им, отмечает он. А для участия в соревнованиях готовил всех школьников. В республиканском туре из четырех воспитанников трое заняли первые призовые места. Таким образом, обладательницы первого и второго мест Росима и Львина вошли в состав сборной республики. И уже во всероссийском туре среди 600 участников фестиваля ГТО стали лучшими. Этих детей я тренирую с первого класса. Как в первый класс они пришли, я их начал тренировать. Поставил определенные задачи себе, что надо детей вообще воспитывать и тренировать с первого класса, чтобы достичь результатов. С детьми работать мне. Бывают ли дети трудные, сложные. Но мы стараемся, чтобы правильно их поставить. Каждый человек, ну каждый, кто спортом занимается, понимает, что если заинтересовать, в первую очередь заинтересовать ребенка, он все равно будет ходить в спорт. И заинтересуется, и дальше у него вверх пойдет. Фестиваль ГТО включал в себя 8 видов спорта, в том числе бег на 60 метров, на 2 километра, стрельба, отжимание, поднимание туловища в положении лежа, упражнения на гибкость, плавание, прыжки в длину. Для достижения успеха по всем видам тренер Марат Соликбаев разработал свою программу для тренировок. Они основаны на силовых упражнениях. Но и в течение фестиваля Марат Булатович ежедневно созванивался с воспитанницами и консультировал их. Поэтому о победе девушки в первую очередь сообщили своему наставнику. Это была гордость. Очень радовались за эту победу. Оправдали доверие тренера, родственников нашего района. Я хотела бы сказать большое спасибо нашему тренеру Соликбаеву Марату Булатовичу за его большой труд. Он всегда нас поддерживал и сейчас поддерживает. Первым делом после награды мы сразу позвонили тренеру, радовали его. В организации поездки в подготовке детей помогли родители детей, руководство школы, а также районы, говорит Марат Булатович. И выражает им свою благодарность. Без помощи родителей, конечно, такого результата тоже сложно достичь. И, конечно, хотелось бы сказать спасибо тоже нашему спорткомитету. Особенно хотелось бы сказать главе, нашему главе. Потому что когда мы в подготовку или в Белгород выезжали, он так тепло к нам относился. Даже пригласил себе, с детьми разговаривал, подбадривал. И, конечно, пожелал успехов, чтобы дети наши достойно выступили. Теплые слова говорил. И также начальник нашего образования, Тиригула Лида Рафаэловна, всегда поддерживает. И мы в любое соревнование выезжаем. Она всегда говорит, Марат Булатович, вы первыми займете меня, я всегда говорю, да. И так и получается. Благодаря работе вот таких тренеров и талантливых детей сборная Башкортостана установила рекорд России на первом фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Две золотые награды из семьи завоевали воспитанницы Марата Салигбаева, Ильвина Хамитова и Расима Кутлахметова. Айгуль Мухаммедшина, Ильнур Аминов. Новости. 11 сентября в селе Маячиной собрались гости из южной зоны республики. Здесь проходил конкурс по озеленению и благоустройству территорий среди психоневрологических интернатов. Своей работой представили шесть команд. За происходящее наблюдала моя коллега Елена Камская. Начало осени носит название «Золотая». Это время не только смены нарядов и красок природы, но и разнообразия цветов, заботливо выращенных людьми. Озеленению и благоустройству территории в последнее время повсеместно уделяется немало внимания и сил. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это еще и часть процесса реабилитации. Поэтому не случайно в Кумертауском психоневрологическом интернате состоялся зональный конкурс по озеленению и благоустройству территории с оригинальным названием «Вальс цветов». Его участниками стали коллективы интернатов города Стерлитамак, Салават, Училы, Ишимбай, Кумертау и села Тимясова. Все мы полны ожиданиями, что сегодня будет зрелище, бескомпромиссная борьба, интересная. И я думаю, вернее даже сказать, я верю, что все наши ожидания оправдаются. Но победители поедут на республиканский фигуэр, это Серафимовку, Серафимовский детский дом. Поэтому удачи пожелать хочу, и чтобы все в полном мере вы себя проявили. Ну, Юрию Михайловичу и коллективу огромное спасибо за такое, что нас так встретили. Очень красиво, все интересно. Спасибо. Каждый этап конкурса позволил командам разносторонне показать свою работу, которая ведется круглый год. На этапе «Дары природы» были представлены композиции из цветов, причем основную их массу составляли именно живые цветы, выращенные участниками самостоятельно. Мы стомпоновали здесь не только живые цветы, но мы хотели показать, что можно из цветов сделать очень много разнообразий, больших позиций. Например, курань. Обратите внимание, тот сделан не только из живых цветов, но он сделан и из мастерина. Оригинальные головные уборы, также на основе цветов, каждая команда продемонстрировала на одноменном этапе цветочной феерии. Завершала выступление каждого коллектива фото-презентация клумб учреждений участника. Команды были настолько изобретательны, что жюри и болельщики смогли увидеть цветочных золотую рыбку и счастливого ежика, осенний свадебный букет и композицию к 70-летию Великой Победы, юбилейный торт и многое другое. Компетентной жюри предстояло оценить все это многообразие, и оно справилось с историей сложной задачи. Старания команды были отмечены в номинациях классика жанра, «Оригинальная идея», «Свежие нотки», «Дары природы», «Кинолента в цветах» и «Цветочная феерия», номинатом в которой стал Кумертаусский психоневрологический интернат. Участие в конкурсе по озеленению и благоустройству территории для каждого коллектива – событие, которого ждут и к которому начинают готовиться задолго до его проведения. Ведь здесь оценивается работа, проводимая на протяжении нескольких месяцев. Сегодняшний конкурс мне очень понравился. Мы к этому конкурсу готовились уже, можно сказать, с начала года, как вы узнали, что мы все участвуем. Мы в этом конкурсе участвуем уже второй год. Вот я сама лично участвую второй год. Впечатления просто замечательные. Столько всего увидели, столько всего прекрасного. Такие цветы. Вот мы, когда готовились цветы, уже ухаживали, уже с весны начали сажать, ухаживать за ними. Но впечатления, конечно, можно сказать, суперские. Просто все очень здорово, все очень понравилось. Организаторы просто замечательные. Спасибо всем огромное. Сегодняшний конкурс стал открытием и поводом для вдохновения и для членов жюри. Конкурс очень понравился. На таком мероприятии я впервые. Очень красивые клумбы. Так как я по специфике своей работы занимаюсь благоустройством придомовой территории, нам приходится также устраивать клумбы, цветники. Я очень много для себя отметила. Были интересные работы. Все просто красиво и замечательно. Я не ожидала, что на территории ПНИ столько много цветов. Сегодня было просто восхитительное шоу, можно сказать так, осеннего фестиваля цветов. Было очень приятно смотреть на творческие работы. В них все душевное тепло передали работники в своих поделках. Нам очень понравилось. Было очень сложно оценивать, потому что настолько все красиво, все завораживало. Были интересные подачи, оригинальные формы, сочетание цветов. Получили огромное удовольствие. Спасибо участникам и организаторам этого конкурса. Особенно члену жюри отметили, что представленные работы – результат совместного труда сотрудников и клиентов интернатов. И от этого увиденное поражает еще больше своим разнообразием и профессионализмом. Это была последняя новость выпуска. Я с вами прощаюсь. До встречи.